Всем приветики, друзья! Мы сейчас всей семейкой едем в мой самый, официально самый любимый город в Америке. Он называется Александрия. И это не значит, что мы в честь даже этого города Александру назвали, просто так совпало. Это совпадение. Совпадение? Не думаю. Я не знаю, удастся ли нам погулять в этом городе сегодня и завтра, но надеюсь, что может быть удастся. Но как минимум я сниму из окна, как мы сейчас будем проезжать. Субтитры делал DimaTorzok Вот это район, в котором мы жили, когда только-только переехали в Америку. У нас с ним столько приятных воспоминаний связано. Очень родные места. Может быть вечером, надеюсь, получится прогуляться здесь по райончику. Мы уже в Александрии на нашем любимом балкончике, красивом, с цветочками. И мы делаем мясо. Сейчас покажу, какое вкусное. Так, вот такое мясо у нас получилось. Дядя Игоревна, она уже готова? Да. Повар говорит, готова. Жуля тут тоже хочет мяса. Да, это наш любимый балкончик. Мы жили в этом доме, когда только переехали в Америку. Да. Любимый балкончик. Очень уютненький. Сегодня у нас утро понедельника. Но так как Филипп в отпуске, то мы остались ночевать в Александрии и сейчас вышли здесь погулять. Это моё любимое место вообще во всей Америке. Потому что здесь прям пахнет городом, но не таким, как в Нью-Йорке бешеным. Бешеный ритм. А такое спокойствие. Люди спортом занимаются. Сейчас покажу. Вот здесь дорожка идёт, велосипедная, беговая. Она довольно длинная. Человек занимается спортом. Мальчики идут, гуляют. Вот. И здесь как раз-таки, когда мы здесь жили, то мы очень видели много людей, которые именно спортивные. И такой в хорошей физической форме. А в Ричмонде я бы сказала, что как-то всё похуже. Но это моё чисто субъективное мнение. Возможно, я не права. Мы как настоящая американская семья. С собакой, с коляской, с двумя детьми. Идём, гуляем. Здесь, кстати, в этой аэрии тоже развиты напрокат самокаты. Также велосипеды напрокат здесь. Чуть там вот дальше по улице стоят. И здесь ещё ходит метро. Прямо до Вашингтона. Я раньше ездила на работу на этом метро. Полчаса, и ты уже в центре Вашингтона. Даже меньше, минут 20. Со всеми остановками. Очень мне нравилось. А ещё интересно, что мы здесь не живём два года. И просто построили полностью вот эти дома. Их не было. У вас стройка. И сейчас уже там люди живут. Быстро. Человек, кстати, наверное, плохо видно, но этот человек едет в костюме. Потому что сегодня понедельник на велосипеде на метро. Потом у метро они оставляют велосипеды-самокаты. И садятся уже и едут на работу. Ну или в близлежащие районы. Здесь школа и там вот детский лагерь. Дети только что играли в бейсбол. Ну, мы когда здесь жили, то играли на этом поле в футбол. В обычный, не американском. Сакер. Вот. Такие у нас тут ностальгические воспоминания. Очень приятные. Смотрите, как дом отремонтировали. Как будто пряничный домик выглядит. Интересно. Здесь, кстати, дорогие дома. Мне кажется, они стоят, ну, миллионы. Больше миллиона даже. Потому что они находятся вот близко с Оллтауном. В Оллтауне самые дорогие. Дома даже маленькие там дорого стоят. А здесь такие достаточно большие. Метро рядом. В общем, это очень дорогая аэрия. Будь здорова, Александрик. Потому что даже таунхаус здесь стоит миллион. Так что дом, я думаю, больше миллиона. Смотрите, тут мало того, что библиотека. Типа бесплатно книжки взять. Тут есть еще какая-то станция еды. Пендри. Типа шкаф тут можно взять, если в чем-то нуждаешься. Тут книжки. И тут еще еда. Еще хотела давно пару слов рассказать про то, что мы, Александре, решили найти садик. Потому что здесь в садике надо вставать в очередь. И очень часто, что надо год ждать для того, чтобы тебе выдали место. Если это реально нормальный сад, то всегда очередь. И поэтому я, значит, сделала appointment на тур. Как это по-русски? Appointment. В общем, я назначила встречи на тур в разные детские сады. Вот. И мы сходили с мужем. Сейчас расскажу пару слов о наших впечатлениях. Первый сад, который мы посетили. Вот Александра держит в руках. Их было два садика под одной фирмой. Называется, о, господи. Child Time. Приехали в первый садик. Здесь даже есть бассейн. В прошлом садике не было, где я вчера не снимала. Вот называется Child Time. Посмотрим, что здесь. Вчера нам очень не понравилось. И, значит, это было такое. Вроде, знаете, снаружи всё красиво и всё такое. Но потом ты заходишь внутрь и понимаешь, что вот какие-то дети ревут. Воспитатели почему-то там, знаешь, если кто-то спит, то они такие сидят в телефоне, например. И даже если и не спят, то всё равно воспитатели сидят в телефоне. При мне в одном из... В одном вот первом мы приехали. Вроде Мила как бы сначала, пока не начинаешь приглядываться. И там просто одна... А там была детская группа как бы infant, вот, которые ещё не ходят детки. И в этой группе воспитательница одна такая держит на руках малыша. Ну, там, знаете, по-моему, с трёх или с двух месяцев даже шести недель. Вот, шести недель дети. Но в основном вот там у неё на руках самое маленькое, что я видела, но месяцев пять на вид. Вот. А другой малыш, ну, вот возраст Александры, знаете, который уже встаёт, такой ходит у опоры. В общем говоря, этот ребёнок, он полез на такую тумбочку. У них такие тумбочки, на них игрушки расставленные, как типа по типу Монте-Сори системы. Вот. И она его так подошла и одёрнула, что... Ну, чтобы он не лез. Я, конечно, понимаю, что у неё, наверное, просто нет рук. Как бы один в руках, другого надо как-то снять с этой тумбочки. Ну, как-то это мне показалось так грубо. Я сразу представила, чтобы она Александру так моё дёрнула. В общем, на этом моменте я сразу поняла, что мы в этот сад не идём. Значит, по цене в этот сад. Registration fee — это чтобы встать... О, Господи, Александрик. Чтобы встать на очередь в этот садик, там, по-моему, только на весну сейчас есть места следующего года, нужно заплатить 125 долларов. Вот. И после того, как ты заплатил, тебя вставят на очередь. То, когда ты начал ходить, то ты будешь платить 368 долларов за неделю. Сюда входит еда и памперсы. Вот. Что, в принципе, мне не очень-то нравится. Еда-то это окей, а то, что памперсы... Я не знаю, какие там у них памперсы. Я использую всегда только японские. Вот. Поэтому, в общем, вопросики. Второй садик, в который мы приехали, назывался... Он новый. Мы всегда около мимо него проезжали. Там строится новый район. И просто вот новый только открылся садик. Они открылись в декабре. Так, приехали ещё в один learning center. Он новый, потому что тут новый район. Вот. Сейчас. Надеюсь, нам тут понравится больше. Посмотрим. И у них просто так всё круто сделано. Заходишь в этот садик. Там, значит, тебя такие милые женщины встречают. Такую целую экскурсию нам устроили. У них там просто, по-моему, с трёх или четырёх лет, я точно не помню, учат либо испанский, либо японский... Нет, либо китайский мандарин язык. Да. Либо китайский язык на выбор. У них там всякие занятия. Всё тоже по Монте-Соре. Вот в системе сделано. Да. Везде какие-то... Ну, в общем, абсолютно новый детский сад. Очень красивый. Какие-то огромные комнаты игровые там есть. Вот. Надавали нам каких-то вот наклеек. Ну, в общем, просто реально. Меня покорили. Это вот тот детский сад, в который бы реально я сама бы ходила. В который бы прям хотела там быть. И самое лучшее, что мне понравилось... Что даже когда там детки, например, маленькие ползали, то все воспитатели с ними на полу сидели, как бы с ними на полу играли. Никто не сидел в телефоне. И даже в одной группе, где был тихий час, и детки все прям спали, то воспитательница сидела, читала книжку. То есть вообще абсолютно нету вот этих вот того, что я видела в предыдущих садах. Кроме того, в других садиках я видела... Ну, вот этот child time. Я видела, как дети даже сидят просто, знаете, с каким-то чуть ли не с айпадом пришел ребенок и сидит в такой группе. Здесь у них только есть час в день, когда начинается с трех лет или с четырех лет, я даже не помню. Когда их прямо обучают к компьютеру, чтобы они в школу, когда пришли, в школе ждут, им уже сразу компьютеры выдают, чтобы они уже понимали какую-то основу компьютерной грамотности. Вот. В общем, очень классный садик. Мы надеемся туда пойти следующим летом, но он стоит дороже. Там такая цена в зависимости от возраста, конечно. Ребенка до двух лет нужно платить 395, по-моему, долларов в неделю, а после трех лет 365 или 6 что-то такого долларов в неделю. Но еще быстренько пару слов до того, как она сейчас пойдет в садик в следующем году, я нанимаю ей няню на один день, может быть, два дня в неделю, но пока на один день в неделю. Я знаю, что садики в России стоят дешево, ну, которые городские, я типа за Тиму платила, может, тысячи три, я точно не помню. Вот. А напишите, кстати, если частные садики в России у вас, детки, ходят, сколько стоит. Интересно узнать, может быть, сейчас цены поднялись. Я думаю, что вообще, может, тысячи пятьдесят стоят, я не знаю. Когда Тима был маленький, в детский садик стоил типа двадцать тысяч примерно частный. Всем приветики, друзья, не поверите, я опять вещаю из машины, и в данный момент я веду машину, так делать нельзя, но я стараюсь на вас не смотреть, не смотрю на дорогу, так что не серчайте. Кстати, как вы можете заметить, я сейчас еду не на своей машине по той причине, что она сломалась. В общем, про машину я расскажу попозже, потому что я уже приехала, и сейчас быстренько пару слов, куда я пошла. Господи, вам слышно, эта машина сигналит? Простите, пожалуйста, за этот звук, но меня просто потом не будет времени записать. Я пошла, наконец-то в Ричмонд приезжает много русскоговорящих девочек, которые предлагают свои услуги, там, ногти, ресницы и так далее. И вот сейчас меня позвали моделью на ламинирование ресниц. Я надеюсь, что все пройдет гладко, потому что сегодня с утра, когда, вчера я записалась на ламинирование ресниц, а сегодня с утра я открыла инстаграм, и там блогер говорит, вот я сделала ламинирование ресниц, и у меня ожог роговицы, там, что-то первой степени. Я такая, ооо, надеюсь, это не знак, и все пройдет хорошо. Дам вам знак, буду держать вас в курсе. Пошлите. В общем, сделали мне ламинирование ресниц, и уже прошел один день, потому что первый день там нельзя было умываться, что-то шесть часов, что-то такое. Вот, и, значит, наш результат. Если честно, оно практически не видно. Мне кажется, что могли бы сделать мне завиток побольше, но девочка только учится, она еще не профессиональный мастер, я ей ничего не платила. Поэтому как бы я ее простила, как говорится. Но если бы я платила деньги за это, то я бы расстроилась, потому что, если честно, то практически ничего не видно. На одном глазу еще на правом более или менее что-то виднеется немножко завиточек, а на левом глазу вообще ничего не видно. Друзья, я не просто так в розовом, потому что я собралась в кино. Отгадайте, на какой фильм? Раз, два, три. Барби! Поэтому я решила одеться все-таки по традиции в розовенькое. И пойду с девочками на утренний сеанс, потому что это единственная возможность с кем-то оставить Александру. Вечером Филипп не может. Вот, поэтому мы идем на 11 утра. Зато есть плюс. Дешевые билеты. Всего 12 долларов с человеком. Но это без налогов. С налогом 14 выходит. Так, как вы можете заметить, я опять все еще не на своей машине. И я начала уже вам в прошлый раз рассказывать, но так не рассказала, что с моей машиной. Год назад, даже меньше, в Александре был, по-моему, месяц. Это был сентябрь, насколько я помню, или, может быть, октябрь. В общем, нет, наверное, сентябрь это был. Да, я, по-моему, был всего лишь месяц. И у меня сломались тормоза. Просто отказали. Ну, не сами тормоза, конечно же. У меня отказал, кажется, это называется воздушный цилиндр, который как бы усиливает тормоз. То есть, когда я сейчас нажимаю, вот он сломался, и когда я нажимаю на тормоз, то у меня просто, блин, выходит воздух из-под ноги, и машина не тормозит толком. Делает, как, знаете, при АБС. Вот так. Вы можете заметить, я опять все еще не на своей машине. И я начала уже вам в прошлый раз рассказывать, но так не рассказала, что с моей машиной. Год назад, даже меньше, в Александре был, по-моему, месяц. Это был сентябрь, насколько я помню, или, может быть, октябрь. И у меня сломались тормоза, просто отказали. Ну, не сами тормоза, конечно же. У меня отказал, кажется, это называется воздушный цилиндр, который как бы усиливает тормоз. То есть, когда я сейчас нажимаю, вот он сломался, и когда я нажимаю на тормоз, то, что у меня просто, блин, выходит воздух из-под ноги, и машина не тормозит толком. Делает, как, знаете, при АБС. Пррррр. Ну, так вот, значит, 10 месяцев назад, грубо говоря, мы отремонтировали. Это нам вышло больше 1000 долларов, ремонт. И вот буквально недавно я повезла Тиму на тренировку и остановилась на светофоре. И буквально-таки, как вы понимаете, у меня опять вышел этот воздух из-под ноги. И машина перестала по-человечески нормально тормозить. И повезли мы, значит, обратно в этот сервис, где нам меняли эту деталь. Они нам говорят, да, опять сломалась эта деталь. У вас там что-то, говорит, вообще болезнь у Ауди такая. Вот. И мы говорим, ну, как-то же это должно быть по гарантии. Меньше года прошло. У вас везде написано, что гарантия есть. Они говорят, да, вот мы вам выбили гарантию на деталь. То есть деталь вам будет бесплатно. Но кроме детали на работу у нас гарантии нет. И кроме того, там еще нужно какой-то патрубок, через который масок. Короче, в итоге опять ремонт выходит больше тысячи долларов. Я, если честно, в шоке от этих цен. И от этой вообще наглости вот этих дилеров. И это, кстати, даже не официальный дилер. Потому что официального дилера это стоит еще в разы дорог. Так, ну и машины у меня уже нет две недели. Вот третья неделя пошла. Все почему? Потому что эти сраные барыганы, извините за мой французский, просто не берут трубки, чтобы согласовать все эти работы. У меня муж просто им звонит пять раз. И они, типа, мы перезвоним и не перезванивают. В итоге на шестой раз они перезванивают. Не согласовали работу. И надеюсь, что на этой неделе мне ее починят. Потому что мне очень плохо без нее. Ой, я так скучаю по моей малышке. Так, вот, мы приехали в кинотеатр. Это самая популярная такая сеть кинотеатров у нас, по крайней мере, в городе. Сейчас пойдем на Барби. Так, только вышла с фильма. Давайте быстренько вам оставлю свое мнение. Мне кажется, что фильм довольно-таки неплохой. Я ожидала намного худшего. Типа, не знаю. Во-первых, тут не так много пили. Как, например, в La La Land, где я такое не люблю. И, в принципе, сюжет довольно-таки интересный. Такой феминистический. Вот. И, может быть, немножко затянут конец. Вот. Я бы, может быть, немножко сократила там как-то это все. Вот. Но, в целом, очень даже неплохой фильм. Напишите, смотрели ли вы Барби и понравилось ли вам в комментариях. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Всем привет, друзья! Сегодня день рождения Александры. И, на самом деле, уже вечер. Я просто абсолютно забыла снимать сегодня. Хотя обещала. Сейчас приду домой, покажу, что я там подготовила. Александра, вот, пожалуйста, едет в платье. На папе. Вот так вот пролезет показать. Да, уже всем недовольна. Александрик у нас вот так вот не хочет сидеть в коляске. Ездит вот так на папе. И язык показывает еще. Да. А ладушки, как ты делаешь? Ладушки, ладушки. Вот так. Ладушки, ладушки. Молодец. У нее очень красивое платье сегодня с вышивкой. Мы потом вам покажем поближе. Итак, показываем вам платье. Модель у нас. Одногодовалая модель. Александра, покажи, встань. Молодец, встала. И показывает вам платьишко свое нарядное. Вот какое. В общем, это платье я купила специально для Александры в Next. А тут очень красивая вышивка. Да, очень красивая вышивка. Очень красивый голубым глазам Александры подходит. Мы сами сделали вот такую конструкцию из шаров. Но, к сожалению, цифра К1 упала. Вот, Филипп все направил. Значит, я специально заказала вот такой плакат. Happy birthday. И вот мы создали из шариков такую конструкцию, которая у нас все время рушится. Александр. И но это ничего страшного. Это же ее день рождения. Вот. Также я заказала вот такой тортик у русскоговорящей девушки, женщины. Очень вкусный оказался тортик. И с таким очень нежным узором. Ну и что, друзья, наш день рождения прошел в очень такой домашней, семейной обстановке. Было так очень все душевно. Я больше всего такое люблю. Не люблю какие-то огромные праздники. Я как-то люблю все, когда так уютно, чтобы все были только самые близкие и родные. У меня отличное настроение. День рождения пошел очень классно. Прямо так, как я себе представляла. На этом я хотела бы закончить свой влог. Спасибо большое, что смотрели. Обязательно подписывайся на канал. Ставь лайк. Пиши комментарии. Обожаю, когда вы мне пишите комментарии. Это просто моя любимая часть. Читать комментарии, отвечать на них. Вот. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok